Здравия, соратники! Как здесь говорят в Черногории, здраво. Давненько не показывал, не рассказывал мудрый. Так вот, сегодня я хотел рассказать про замечательную мудру, которая является собой и отображает принцип нашей Вселенной. На некотором уровне, в принципе, они все отображают то, как устроена и сложена наша Вселенная. И, в частности, голографичность и взаимовложенность, и связанность одного с другим. И любая мудра отображает на некотором уровне, особенно после моего, некоторые воздействия, работы, наложения еще в моем сознании. Каждая мудра налагает и отображает определенную руну. Руны тоже объемные чаще всего, но даже в том виде, в котором я о них рассказываю, они работают. И это видео я хочу, скажем так, посвятить и сфокусироваться на одной руне, которая является логическим, логичным продолжением руны «Все для победы». В то же время, это она же анти-три шестерка. Я уже давал одну мудру анти-три шестерки, но там как лесенка была. Так вот, в то время как три шестерки – это символ «Окей», как известно. «Окей», жест является очень нехорошей такой мудрой и руной, где верх зациклен, завязан, если брать руку, кисть некоторой отображением, некоторой, скажем так, проекцией чакральной системы, то верхние чакры замкнуты в кольцо полностью. Что уже о многом говорит? Так вот, противоположное будет выглядеть вот примерно вот так, где вот указательный и средний они связаны. Эта мудра, она отображена много раз на старых иконах, так называемых, вот одна из них. Вот другая, надеюсь, всем видно, третья, четвёртая. Но тут она вот так. Крестик не совсем верно. Всё-таки вместе фокус на цель будет более корректно. Почему я считаю, что эта икона, которая ни разу не для помолиться, а является частью более сложного механизма, раньше только старой иконы именно. Вот здесь вот показана другая, но тоже мудрая руна анти-три шестёрки. То, чем сейчас большинство так называемых верующих, верунов, скажем так, крестится, как крестится. Это полная противоположность того, как надо. Я уже рассказывал о крещении, кто не смотрел, смотрим. На канале Цельнозор, и, наверное, будет выложено на канале Монада, ибо это довольно ценные техники. Могут посмотреть реальный, на мой взгляд, крещение, но реальный способ, как было раньше, работа с энергетикой своего тела, с тонкими телами, это снизу вверх подъём и полная противоположность. Не вот так вот, сфокусированный в узелок верхней чакры условно. Вот каждый может почувствовать разницу между вот этим вот и вот этим. Вот так, вот так, вот так ниже. И сразу полностью, совершенно иначе начинают течь энергии. Я называю это цель, фокус на цели, потому что и нижние чакры, нижние потоки сфокусированы, зациклены, а верхние направлены в одну цель. Можно назвать это как раз-таки вот настоящее, мудро трёх шестёрок. Но в хорошем смысле этого слова, не в том, как используется наоборот. Знак три шестёрки – это совершенно другое. Вот нижние всё сферы, приединство. Я бы назвал это материя, информация, мера. Это единство пространства, времени и вектора. Попробую сейчас отобразить, что я имею в виду графически. Попробую пока показать. Все более-менее знают так называемый… Сейчас найду. Где тут кисточка. Знак восьмёрки. Почему восьмёрка? Потому что я пытаюсь показать, что будет принцип вселенной, как раз-таки то, с чего я начал, это некая фрактальность. Вот тут показано. То есть всё связано со всем, всё на всех уровнях. Почему я, собственно, с этого и начал? С демонстрации вот этого принципа замечательного. Так вот, принцип объёма 3D, вот они, 3 в одно. Получается вот с одного источника идёт материя, информация, мера, как граничит. Вот примерно так. То есть, это восьмёрка, но тут ещё добавлено… Сейчас попробую убрать. Глотнул водички для смачивания. Вот так и идёт вот так. То есть, тут не две, не одна линия мёбиса свёрнутая, а она объёмная. Есть ещё одна, которая на другом уровне проходит. И получается, мы имеем в виду по факту вот такое нечто. То есть, это знак бесконечности, 3, только 3 составляющих тут. И если соединить, совершенно другие потоки. Особенно если поднять над головой, совершенно другие ощущения. Если взять вот эту мудру и сокусироваться на цели, а ещё если мысленно, как бы, эфирным телом коснуться этой цели, то сразу понятно, твоя эта цель, не твоя, надо тебе. И что лишнего убрать, и что куда перенацелить. А когда мы ещё делаем вот так, сводим верхние, то получается, вот она цель, условно, звёздочкой нарисуем её. Вот тут как прямой путь есть, как и окольный. Любыми путями мы к цели идём. Я не художник, я только учусь, прошу понять и простить, как говорит Путин, отнесись с пониманием. Художник из меня никакой. Но идея понятна. Вот она. Все пути ведут к цели. Вот. Соединение трёх и снизу выброс на цель. Фокус на цели. Это та мудра, которую я хотел рассказать сегодня. Потому что она это квинтэссенция того, что собственно Рэя рассказывал, почти всех мудр, что ранее давал. Это всё для победы, только 3D. И да, она сразу, когда вот её делаешь, сразу идёт восходящий поток. Да и нисходящий тоже, если её наложить на первую сверху чакру, на белую чакру. Рекомендую попробовать. Работает великолепно. И сразу появляется ясность, осознание и наполненность. Структура. Кристалл образовывается. Потому что это всё оно идёт вниз и оно зеркально определённым образом. Получается некий ромбик такой. Тут он боком лежит, на самом деле. Нужно выше поднять. Ну просто некому. В общем, такой ромбик, структура. Ещё один вариант кристалла в мудрый, выраженный в мудрый. И да, нужно помнить, что всё сейчас извращено и совсем не то, как были некоторые ориентиры для порталов, которые известны сейчас как иконы. Присмотритесь вот к этим вот так называемым иконам. Что они показывают? Они на самом деле показывают совершенно иное. Вот эта икона замечательная. Тут совершенно другой человек, другой тип лица. У него верх совершенно непропорциональным нынешним. Это к вопросу о том, что я говорил. И всё функционально. И вряд ли на такого уровня немножко маленькую ремарку, уже главное я сказал, я немножко отвлекусь, чтобы люди не начали, тролли сейчас начнут. Ага, всё-таки были религии. Да не было религии только для помолиться. Это некие фокусировки для, скажем так, Зворыкин, когда изобрёл телевизор. Он первое, его название было иконовизор. Потому что он лишь скопировал, он немножко знал о том, что раньше было. То, что было раньше, вот этот вот иконостас, это, скажем так, было некое место для открытия порталов, установления связи. Да, очень сложно, звучит как фантастика, но реальность круче фантастики. У нас были технологии, о которых мы совершенно не имеем никакого понятия сейчас и об этом я как-нибудь расскажу чуть позже и рассказываю на других роликах о ПВО-системах, о наших системах ПВО, о системах бестопливной энергетики, где не нужно ничего вращать и взрывать и так далее. Это совершенно другая тема о реальной истории. Смотрите, кто не в курсе, смотрим канал Цельнозор. Сначала есть сайт, милости просим туда. Так вот, здесь показано, ну, есть, кстати, с таким уровнем напыления, потому что иначе не назвать, как на лазерном принтере, там не красками все это сделано. Это на любой старой иконе видно. Это видно в соборах так называемых итальянских Микеланджело, там, где за сотни лет ничего не почернело, не обвалилось и мы видим тончайший уровень, как, ну, несколько микрон буквально, который примерно сопоставим с тем уровнем краски и напыления, как мы сейчас видим на лазерных принтерах, но это было на стенах. То есть, те технологии, которые нам не видать еще некоторое время, мягко говоря. так вот, вряд ли, такой уровень технического исполнения может допускать некие неточности. На то же время мы видим пальцы без суставов и немножко другую форму головы и в то же время некий третий класс. Это немножко другого типа людей, не совсем, как и негры с нашей планеты, просто это был некий связь, скажем так. И сами иконы, так называемые, сделаны сзади, как некий портал, и если смотреть в центр, с леченным взглядом, как расплывается все, и начинается видеться совершенно разные картинки. Это было сделано для помощи, визуальной помощи для сонастройки при работе с тем инструментом техническим, приспособлением, которое было тогда. Тогда работал. Сейчас это все не работает. Сейчас это все переначали для помолиться и даже саму идею, вот этот вот жест изменили. Совершенно изменили. А жест показан тут совершенно другой. Тут три в одно идет. Как и здесь, например. Три в одно. И здесь совершенно другая голова. немножко другой тип людей. Но тем не менее это люди. Как я уже говорил, все планеты это ловушка от ряда цивилизаций направили для борьбы с общим врагом, который грозил всему человечеству во всех его видах. А видов много. Итак, работаем, направляем, работаем с энергией, ибо все только начинается. Это то, что объединяет, вот это позволит лучше работать при достижении цели и работать с пространством, временем, фрактальностью и настраиваться на всю теленную. Это поможет всем, поможет настроиться на единство скажем так, кона, материи и информации, потому что информация это не есть кон, кон это некая мера. Так вот, это мудро настроит человека именно на гармонию. Гармонию, три единства информации, материи и кона. Так что гармонии всем. негармоничные, я думаю, просто не выживут в том, что грядет. А оно грядет, уже почти пришло, ибо и ничто это не может остановить. Добра.